В Сегеже на предприятии «Сегежская упаковка» установят линию по производству бумажной индустриальной упаковки немецкого производства. Инвестиции в проект составят около 800 миллионов рублей. В первой декаде августа немецкие машиностроители приступили к изготовлению оборудования. Пуск линий намечен на лето 2020 года. В молодёжном центре Сегеже открылась детская студия мультипликации. Её воспитанники под руководством Христины Спировой за три месяца создали свой первый мультфильм. В сентябре в студии объявят новый набор, а значит, будут и новые фильмы. В Волонецком районе прошёл праздник коверского поселения «День топора». Своё название ковера получила по изгибу протекающей рядом реки Олонки. Он напоминает ручной инструмент плотника коверо, который использовали для снятия коры с брёвен. Ковера – посёлок лесозаготовители, оттого топор и стал символом праздника. В Суаярве посетили российские победители и призёры Олимпийских игр разных лет, неоднократные призёры мировых и европейских первенств. Приезд в город и общение с юными спортсменами стали возможны благодаря программе «Олимпийские легенды» детям и молодёжи России. Жители Костомукши уже в 37-й раз собрались на турслёте в деревне Нагиус на озере Нюк. Кроме спортивной части участников ждал концерт в памяти Сергея Ожегова. Шесть команд проверили себя на туристскую прочность, преодолевали верёвочный парк, прошли на рафте по озеру, а завершили испытания распилом бревна двуручной пилой.